Печенка на гриле Чтобы печенка имела вкус костра, дымка, аромат шашлыка Но вместе с тем она была мягкой, нежной и сочной Покуда у нас мангал разгорается, я сейчас начинаю творить Беру печенку и нарезаю ее такими кусочками, ну как бы на шампур Каждый нарезает по своему разумению Но надо помнить, что печенка не есть продуктом быстрого приготовления Она требует длительной термической обработки Поэтому надо рассчитывать на то, что она будет готовиться долго Также нарезаю сало тонкими-тонкими ломтиками Потому что свежее сало может быть потом в конечном продукте приторным Его задача будет только дать жир Продукты режутся сразу без какого-либо маринада Я потом объясню, почему это так и зачем Вот такими вот какими-то кусочками При желании шкурку можно обрезать И нанизываем печенку Как я говорил, печенка это продукт сухой Вот поэтому ее надо нанизывать в перемешку с салом Количество печенки я рассчитывал таким образом Вот эту длину, чтобы впоследствии можно было Вот на ширину фольги Чтобы впоследствии это все можно было обернуть фольгой Мой универсальный супермангал сегодня будет использоваться В качестве обыкновенного классического мангала Я поснимал с него все дополнительные приспособления И вот основа обыкновенной мангала Я не стал дожидаться, покуда перегорят все дрова Это мне не нужно Печенка подрумянивается Сало жиром истекает Вот красота какая намечается у нас сегодня Сейчас моя задача Дать ей румяную корочку И запах вот этого Костра, дыма, огня Поэтому я не буду слишком далеко отходить от мангала Буду находиться рядом И стараться интенсивно переворачивать Чтобы не было вот каких-то подгорелостей Вот смотрите какой румянец появился на печеночке, на сале Я считаю, что это уже достаточно До полного приготовления этого блюда еще очень далеко Но мы сделали то, что хотели Мы дали румянец, мы дали запах костра Теперь следующий этап Берем печенку Добавляем сюда кусочек масла сливочного Посыпаем приправой для шашлыка Вот так вот Перцем черным Ой-ой-ой Молотым И паприкой И ложим свежего чесночка Вот так вот И теперь вот эту конфетку Заворачиваем Нахлёст Стараемся плотно заворачивать Чтобы сок Отсюда не вытекал Вот так вот Вот такая у нас получилась конфетка И в этом же духе Продолжаем Дальше Приправа для шашлыка Она достаточно соленая А я сыплю ее немало Я считаю, что сок будет здесь лишний Так вот Образовалось у нас Пять вот таких вот конфеток Теперь На жар Подобная конфетка Это не шашлык Ей даже огонь не страшен Прошло около получаса И все подсказывает, что блюдо уже готово Ответственный момент Обжигает, конечно Вот смотрите, что у нас получилось Вот такая вот красота Как бы То ли в собственном соку То ли Вот Вот смотрите, какая красота И Ответственный момент Ай-яй-яй-яй Вы видите, какая мягкая Не снимается с шампура А крошится Подписывайтесь на мой канал И вы будете получать множество полезных рецептов Лайк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!